Сложено и четко, оркестр и дирижер как единое целое. Хотя с момента их знакомства прошла всего одна репетиция. Тем не менее, несколько взмахов дирижерской палочкой и вот мелодию с легкостью подхватывают балалайки, им вторят домры и аккордеоны. На сцене настоящая музыкальная гармония. Дирижер, он и дирижер, это его работа. Он должен уметь работать не только со своим коллективом, но и с другим. Он должен быть понятным, его жесты должны быть лаконичны, точны. То есть задача, которую он ставит перед музыкантами, она должна быть адекватна восприниматься ими. Здесь, конечно, все через жест. Максимально через жест. Дирижер, который очень много говорит, значит, у него чего-то не хватает. Дирижеры сменяют друг друга словно в эстафете. Со сцены не уходит только Белгородский оркестр русских народных инструментов. Для него это настоящий марафон. Однако задача сложна для всех. Дирижеры должны найти подход к чужому коллективу, а оркестр приспособится к манере работы нового для них руководителя. Для инструменталистов такой музыкальный забег – колоссальный профессиональный опыт. К нам приехали народные артисты России, заслуженные деятели искусств, заслуженные артисты России. У них есть чему поучиться. И я с удовольствием присутствую на репетициях, наблюдаю, как они работают, что-то извлекают для себя. Что-то для себя извлекает оркестр, потому что оркестр тоже учится. Они воспринимают то, о чем говорят дирижеры, как они работают над музыкальным произведением. На парад дирижеров съехались два десятка руководителей оркестров из разных городов России и Белоруссии. Событие уникально по своему формату. Подобных нет даже за рубежом. Увидеть вот так в одном концерте и маститых, и начинающих дирижеров нельзя больше нигде. Кстати, наравне с мужчинами своим мастерством делились и женщины. Хотя некоторые из них, как, например, дирижер из Якутии Юлия Швецова, все же признаются – не женское это дело оркестрами управлять. Это очень тяжелая профессия. Это внешне кажется, что очень легко, ничего сложного в этом нет. А на самом деле физический труд. Но не могу я без этого. Нравится мне. Я испытываю большое удовольствие понимать, что вот этот звук, который сейчас мы слышим, что ты его можешь формировать, то есть все в твоих руках. Вот как ты его излепишь, и будет звучать, и таким он пойдет к зрителю. К слову, пара дирижеров прошел уже во второй раз, и его появление связано с созданием в 2010 году Ассоциации дирижеров профессиональных оркестров русских народных инструментов. В этом году творческую акцию посвятили памяти выдающегося дирижера Николая Калинина. Именно он долгие годы руководил Национальным академическим оркестром народных инструментов России имени Осипова, ставшим визитной карточкой страны. Непредаваемое просто ощущение. Все очень супер. Вообще очень звонко, очень ярко. Очень понравилось. Музыку люблю в целом. И ребята играют просто супер. Все инструменты, все дирижеры. Просто потрясающе. Мы просто потрясены. У нас великолепный сам по себе оркестр. Поэтому с удовольствием к нам едут и выступать, и дирижировать, и солировать. Я очень довольна, что попала на этот концерт. Следующий парад дирижеров тоже будет принимать Белгород. Уже определена точная дата – 21 января 2016 года. Татьяна Красикова, Павел Емелин. К этому часу. Белгород.